Всем привет! Меня зовут Настя, а вы смотрите еженедельную рубрику «Арт-план на неделю» на канале Art Channel. И в первую очередь я хочу поздравить всех вас с наступлением весны, и поэтому в этом выпуске я расскажу не только о выставках, которые состоятся на этой неделе, но и в принципе, в целом, что для нас приготовили московские музеи в марте. В связи с тем, что на восьмой премии в The Art Newspaper Russia, которая прошла на прошлой неделе, музеем года был признан Пушкинский музей, поэтому начнем с него. Кстати, репортаж с премией вы можете посмотреть здесь, ссылочку я оставлю вот здесь. 3 марта стартует выставка, посвященная искусству тату. Немаловажно, что этот проект реализован совместно с Парижским музеем, имени Жака Ширака, где эта выставка и показана была ранее, как и во многих других музеях. Этот музей обладает обширной коллекцией искусства и артефактов Африки, Азии, Океании, а также Северной и Южной Америки. А 24 марта стартует выставка «От Дюрера до Матисса», избранные рисунки из собрания ГМИ имени Пушкина, на которой будет представлено 170 листов по хронологическому порядку. Немаловажен тот факт, что наряду с великими западноевропейскими мастерами будут представлены рисунки наших русских рисовальщиков. Итак, переходим к следующему музею. На днях Третьяковская галерея поделилась с нами своими планами на этот месяц, а именно открытием новой выставки «Золотая карта России. Живопись 18-20 веков из собрания Чувашского государственного художественного музея». Цель этого проекта – привлечь внимание москвичей к коллекциям региональных музеев. Эта выставка стартует 13 марта и продлится до 7 июня. Сейчас, внимание, я лично сама даже представить не могла, сколько на самом деле в Третьяковской галерее происходит выставок на данный момент. Итак, на данный момент вы можете посетить в Третьяковской галерее целых 10 выставок. Это русская сказка от Воснецова до сих пор, дар Марата современное искусство из коллекции Гельмана, Сергей Сапожников, скульптор Александр Рукавишников, неизвестные художники, рисунок второй половины 19 века, баснописец Иван Андреевич Крылов и его герои, книга природы, тактильная экспозиция в рамках специальной выставочной программы «Язык скульптуры по Брайлю», Игорь Шелковский «Люди» про метод и последняя выставка «Проекты виртуальной реальности» Наталья Гончарова, Газимир Малевич, Иван Шишкин и Эдвард Мунк. Вот вы знали о всех этих выставках? Если да, если нет, пишите в комментариях, нам будет интересно узнать, сколько популярны эти выставки. Кстати, о специальном образовательном проекте про метод мы рассказали в нашей статье на сайте, ссылка на эту статью будет находиться в описании, так что переходите, читайте, как всегда делитесь с друзьями, нам будет очень приятно. Итак, переходим к планам на эту неделю. И я хочу сказать, что совсем недавно от своих знакомых я узнала, что, оказывается, не все знают о масштабном мероприятии, которое проходит раз в два месяца, а именно вечер из ренессажа в Центре современного искусства «Винзавод». Это действительно очень интересное мероприятие, особенно для людей, которые увлекаются искусством, если вы художник молодой или искусствовед, потому что нечасто бывает, когда в одном пространстве вы можете застать очень большое количество людей из мира искусства, критиков, важных галеристов и так далее. Для тех, кто не знал, Центр современного искусства «Винзавод» объединяет ряд галерей, которые в одно время, точнее, в этот вечер в ренессаже, открывают свои проекты, свои двери, чтобы вы ознакомились с новыми экспозициями. Этот вечер в ренессаже пройдет как раз во вторник, 3 марта. Не пропустите, приходите, будет очень здорово. Подобное мероприятие пройдет в пространстве «Кьюб» 6 марта в пятницу, и заключается оно также в презентации обновленных экспозиций галерей, которые входят в пространство «Кьюб». В «Кьюбе» находятся на данный момент 12 галерей, но только 3 из них обновят свои стенды для своих гостей. А для тех, кому интересно творчество молодых архитекторов, вы можете посетить выставку «Март 2020», и она продлится всего до 9 марта, и на ней будет представлено изобразительное творчество архитекторов в Центральном доме архитектора. Под этим видео также мы оставили ссылку на это мероприятие. А в субботу, 29 февраля, открылась выставка в Доме культур. Да, там проходят выставки. На экспозиции у вас будет возможность познакомиться с творчеством московского художника, работающего в стиле стрит-арт, Алексея Кио. На экспозиции будет представлено всего 4 произведения, которые художник создал специально для пространства Дома культур. По задумке художника, эти работы отражают влияние природного явления сумерек на урбанистическую среду. Продлится эта выставка до 27 марта. На этом все. Надеемся, что из нашей подборки вы выберете ту выставку, которая придется вам по душе. Обязательно пишите свои впечатления. Поделитесь с нами теми выставками, о которых вы узнали именно от нас. Нам будет интересно почитать. Прощаюсь с вами до следующей недели. Увидимся, как всегда, в понедельник. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!